Всем привет! С вами Яна Романкина и это наш первый летний выпуск. Кто такие студенты-трудоголики? Может быть те, кто плохо учится, но хорошо работает? Или кто хорошо учится, но плохо работает? А может быть есть хорошисты-трудоголики? Об этом нам расскажет Ольга Землиная. Наверное, многие сейчас подумали, что я учусь, но это не так. В свободное от учебы время я еще и работаю. Первые годы обучения в УЗИ самые трудные и ответственные. Необходимо не только усваивать новую информацию, но и хорошо зарекомендовать себя, освоить новую систему обучения и искать общий язык с преподавательским составом. Поэтому у студентов не возникает желания подрабатывать, да и времени на это банально не хватает. Однако, по истечению двух-трех лет, когда появляется свободное время и молодые люди уже приобрели определенные навыки, многие студенты задумываются о тем, как можно применить полученные знания на практике и при этом подзаработать немного денег. Я работаю представителем в компании Эйва. Я мастер на ТВ-сервисе. Я работаю стропольщиком не на официальной основе, скажем так. В основном трудовую деятельность студенты начинают на старших курсах, но есть и те, кто пробует себя в работе уже с первых лет обучения. Я приношу каталоги на учебу, и это у меня не занимает много времени, и собираю заказ. С утра до обеда я на учебе, с обедом и суббольное время я посвящаю работе. Хорошо учитесь в нашем институте, получайте деньги и идите работать. Крайне тяжело совмещать работу и учебу. Работа и учеба сложно, но возможно. Ольга Землиная, Татьяна Сласиховна, Новости ФМ. Эти ребята – настоящий пример того, каким должен быть вожатый. Ведь именно они представляли Красноярский край в городе Томске и стали третьими на конкурсе профессионального мастерства студотрядов «Труд-крут». Смотрим и поздравляем ребят. Всем привет! Мы отправляемся на Омский слет студенческих отрядов. Наша первая остановка – это железнодорожный вокзал города Красноярска. Слет проходил на территории детского лагеря «Березовая роща». Все три дня гости слета проживали в палаточном лагере, что было одним из главных испытаний слета, так как ночью температура опускалась до минус 10 градусов. Также на базе слета проходил окружной этап конкурса профессионального мастерства «Труд-крут», в котором мы тоже приняли участие. Основной особенностью конкурса считается сплоченная работа в паре. Конкурс проходил в три этапа – теоретический, практический и творческий. У участников среди студенческих педагогических отрядов 7 пар, а именно 5 пар – Омская область, одна пара – Красноярский край и одна пара – Новосибирская область. Я была удивлена, что каждая пара подготовилась по максимуму. Я ожидала не настолько выкладки от ребят, думала, что будет все не то чтобы хуже, но немного слабее. И каждая пара показала достойный уровень, и что в нашем Сибирском федеральном округе действительно достойные вожатые. В упорной борьбе мы заняли почетное третье место. Благодарим руководство Омских студенческих отрядов за радушный прием. Светлана Кулевякина, Валерия Ткаченко, Новости ФМ. Ночь в музее. Страшно или интересно? А вот 19 мая в Кровеческом музее было страшно интересно. Об этом в следующем промо-ролике. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ахтун, Ахтун, Алигейнсум Бэтбеверб Ничего не понятно? А вот наши маленькие гости не только поняли, но еще и рассказали о культуре своей семьи. В Лиссасибирске проживают представители самых разных национальностей. И сегодня Лиссасибирский педагогический институт распахнет свои двери для российских немцев. Мероприятие «Как в нашей семье сохраняются культурные традиции российских немцев» проводилось среди обучающихся из семей школы Лиссасибирска. Мероприятие у нас прошло 16 мая. Просто здорово, потому что я даже не ожидала вот такого всплеска интереса у детей, у студентов. И все то, что прозвучало, все то, что было на этом конкурсе, я думаю, очень сильно помогло и студентам, которые будут учителями иностранного языка, немецкого языка в том числе, и детям, в чьих семьях поддерживаются культурные немецкие традиции. Мероприятие было подготовлено студентами Лиссасибирского педагогического института и обучающимися школы Лиссасибирска. Программа мероприятия включала в себя различные рассказы из истории своей семьи. Участники приготовили различные вкусности и угостили ими членов жюри. Сохранять традиции разных национальностей необходимо для того, чтобы помнить о различиях и каждый раз находить сходства. Маргарита Томашевская, Татьяна Сластихина, Новости.ФМ Есть русачи, историки, психологи, ильязовцы, физико-математики. А как их собрать все вместе? Какие секреты и технологии? Поговаривают, что для этого нужны Ольга Борисовна и Зульфия Альфатова. А в чем же их секрет? В сюжете Ильи Маркова. Музей для студентов – это всегда особенное и незабываемое событие. Каждый год оно проходит с разной тематикой. А сегодня нам рассказали о советской эпохе 20-30-х годов, а именно о единой трудовой школе. Музей истории образования ЛПИ-филиалы СРУ в 2018 году празднует свое десятилетие. Его работа направлена на просветительскую деятельность среди студентов и школьников. Позволяет его гостям в интерактивной форме окунуться в мир детства и школы различных исторических эпох. На мой взгляд, это серьезная просветительская работа относительно того, что на самом деле происходило в союзе, в советской педагогике в 20-е годы, в начале 50-х. В фойе института гостей встречали студенты-спортсмены, которые представили фрагмент физкультурного праздника 1920-х годов с построением пирамиды. Гости с удовольствием приняли участие в играх, в которые играли в 20-е годы прошлого века. В ходе экскурсии студенты в увлекательной форме рассказали зрителям об единой трудовой школе, которая начинает свою историю с 1918 года. Гостям музея рассказали об особенностях обучения в школе 1920-х годов, о школьных работниках и организациях внешкольной работы с детьми, о школьных учебниках и праздниках, первых детских журналах и фильмах, показали фрагменты детских спектаклей и многое другое. Рассказали про дополнительные занятия пионеров для всех детей, как учились, какие были условия, потом игры, как развлекались дети. Посетители музейной экспозиции могли полистать детские журналы, азбуку и учебники, прописи 1920-х годов, пописать пером и чернилами и попечатать на пишущей машинке. Казалось бы, это всем известная игра, целься точнее, но именно так она выглядела в 20-е и 30-е годы 20-го века. При помощи таких экспозиций мы можем легко узнать, чем занимались наши бабушки и дедушки в детстве и юности. Илья Марков, Татьяна Славстихина, Новости.ФМ С вами были Новости.ФМ. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и удачной всем сессии. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!